Хэй-хэй-хэй! Сьюм! Привет, дорогие друзья! С вами Чинаски! И сегодня мы будем продолжать играть в замечательную игру под названием Супер Мехс! Друзья, прямо сейчас у вас на экранах лучшие комментарии из предыдущего видео, поэтому, если вы хотите попасть в следующую подборочку в следующем видео, обязательно ставьте лайк и оставляйте комментарии под этим роликом. Тогда вы, конечно, сможете попасть в топ в следующем ролике. Так, ребята, у меня сегодня планы достаточно большие, поэтому давайте мы не будем с вами тормозить и сразу же приступим. Во-первых, хочу сказать, что вышло новое прикольное обновление. Смотрите, я сейчас нажимаю «Получить» и мне не надо ждать, пока этот ящик откроется, я могу сразу его открыть. Это раньше очень сильно мешало, я не понимаю, почему так долго разработчики думали, прежде чем добавить такое крутое нововведение. Так, что у нас здесь есть? У нас с вами здесь всё как обычно, кроме одного. Есть одна фишечка, которая опять добавилась и которую я сегодня буду, конечно, тестить. Во-первых, естественно, мы купим премиум бокс, это даже не обсуждается, всегда это делаем. Ну, а так, по мелочи, у нас с вами тут всё близится к тому, что мы скоро проапгрейдим нашего дрона. Ребята, многие из вас предлагали мне улучшать вот эту вот штуковину, поэтому, скорее всего, после дрона мы начнём улучшать молд. Но, но, сейчас у нас есть чем заняться, поэтому давайте, наверное, пойдём на арену, прежде всего. Так, ну, в первую очередь, в первую очередь, давайте сходим на арену, посмотрим, что мы можем здесь делать. И я надеюсь, что нам попадётся кто-нибудь не сильно сложный, потому что, сами понимаете, нам нужно как можно скорее передвинуться в компанию, потому что в компании нас ждёт уже конкретно намного более приятные моментики. Так, смотрите, у него всё на дальнюю дистанцию, по большому счёту. Блин, мне бы очень хорошо бы... Давайте, наверное, я так и сделаю. Я, по сути, пропускаю сейчас вход, но я сближаюсь с ним на дистанцию, и он здесь сможет только ударить ногой и после этого выстрелить. А, у него есть такая ещё штука. Блин, а почему, смотрите, я на неё навожу, и здесь показывают, что она может стрелять именно на этом расстоянии. Ага, всё, отлично. Теперь включаем дрончика, и я думаю, что мы здесь можем, как бы мне получше сделать... Так, у него... Так, 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 всё, отлично. Тогда мы делаем сейчас вот так вот, телепортируемся сюда. Здесь ему в любом случае нужно делать одну из двух. Либо телепортироваться ко мне, либо притягивать меня к себе. По-другому он ничего сделать не сможет, потому что... А, стоп, у меня показалось, что какая-то... А, вот это дрончик у него только стреляет на такую дистанцию. Хорошо, да, отлично. Он притягивает, он тратит на это ход, и у нас как раз есть сейчас возможность просто как следует по нему вдарить уроном. Смотрите, 116, 141 и ещё 112. Мы уже выравниваем с ним позиции по хпшке, то есть у нас с вами уже здесь всё получается очень неплохо. Теперь у нас есть возможность выстрелить сразу из двух наших физических пушек. Смотрите, у него уже 365 хп. Да, конечно, наверняка он сейчас будет нас... Угу, опять отталкивать. Ну, неприятно, конечно, не могу сказать, что это приятно, потому что у нас ещё и перегрев идёт небольшой. Но, но, но... Так, 134, 195... Блин, у него закончился... Как бы мне лучше сделать? Я думаю, что я сейчас, наверное, сделаю рискованный ход. Использую Nightfall и использую телепорт. Я думаю, что это рискованный ход, но есть шансы сейчас на победу, потому что, смотрите, ему нужно, опять же, телепортироваться, либо использовать крюк. Один телепорт он уже использовал, и один крюк он уже использовал. То есть, если только у него не осталась та реликтовая вещь с двумя телепортами, да, у него его не осталось, прыгает раз, и у него ничего не достаёт! Смотрите, ни одна пушка не достаёт! Ну всё, считаю, что он проиграл. Ребят, у него тут шансов вообще никаких нет, потому что как раз у меня крюк ещё остался, и как раз я свой крюк ещё сейчас использую. Он уже, похоже, понимает, что шансов, к сожалению, нет, но это было достаточно интересно. Битва, давайте мы скажем ГГ. Хорошо сыграл, мне понравилось, молодец. И у меня остаётся буквально 50 хп. Молодец, хорошая игра, мне правда понравилась. Давайте добьём его с меча, по-красивому. Всё, оверкилл готов! Это была реально красивая битва для первой такой разминочки. Это всё очень даже приятно, поэтому спасибо большое тому, кто со мной сыграл, мне понравилось. Так, мы уже приближаемся к 10 рангу. Это, конечно, наверное, хорошо, хотя, возможно, можно было сделать и более хороший ранг, но пока выше 10-го мне сложно подниматься. Ну, ребят, сами понимаете, если у вашего противника мифики по всему роботу расставлены, то уж как вы, насколько бы вы хорошо не играли, всё равно вы, скорее всего, проиграете. Ну, такая уж вот игра такая получается, не очень-то, можно сказать, сбалансированная. Так, смотрите, у него всё очень плохо по сопротивлению. У него ужасное сопротивление, поэтому я сейчас даже не буду дрона включать. Пока у меня есть возможность, я буду фигачить именно на урон. Видео. О, это, походу, мой подписчик. Давайте поздороваемся. Хеллоу, хеллоу. Кстати, я в последнее время вижу, что достаточно много людей меня узнают. Это, конечно, очень приятно. Давайте сейчас Снайфула вдарим. Слушайте, ну, надо сказать, что он неплохо сражается. Не буду ничего говорить плохое, потому что у него достаточно всё получается здоровски. Единственное, что мне сейчас нужно будет срочно, наверное, выключать двигатель. Опасно, опасно. Давайте посмотрим, что у нас по расстоянию. Здесь он будет стрелять до конца, здесь тоже до самого конца. Единственное, куда я могу сныкаться, это вот сюда. Ну, считай, один ход он сделает, и всё. Поэтому давайте, наверное, используем Найтфол и выключаем двигатель. Давайте написим, да, да. Ес. Ес, двигатель. О, двигатель, говорю, видео. 235. Нет, нет, блин, немножечко перегрел. Ну, что ты будешь делать, а? Чё же, как же мне поступить здесь? У него тоже будет перегрев, но сейчас он два хода может сделать. А у меня нет вообще ничего перегревающего. Ребятки, ну, походу, что здесь всё-таки проблема у меня сложилась. Единственное, что ещё я могу сделать, ну, так, чтобы нанести побольше урона, это вот сюда телепортироваться. То есть уже... А, блин, я забыл, что у меня был перегрев. Кажется, это был просто крупнейший затуп во всей истории робов этих супермехов. Блин, обидно, обидно. Так, ну что, здесь у нас с вами мы сразу видим, что достаточно мало ХП, очень слабое сопротивление. Думаю, что шансы на победу здесь у нас неплохие. У него из-за тех, что он может использовать, вот эти две пушки и вот это. По сути, можно было бы сблизиться, но здесь у него стоят вот эти вот пухи, которые очень крутые, найтфолы. Поэтому, наверное, давайте сделаем просто дрончика пока что. Потому что надо уже сразу снимать ему на сопротивление. Потому что мы сразу будем именно бить по ХПшкам. У него их не очень много. И нужно именно физическое сопротивление снизить до минимума. Вот это было бы идеально просто. Так, 73 остается. То есть он будет бить именно на энергию, я так понимаю. Мне по-хорошему, смотрите, как сейчас я сделаю просто ход гения. Я прыгаю сюда. Да, я сближаюсь. И использую найтфол. Потому что найтфол задействует энергию. Все остальное, ну вот как бы мой аннигилятор, он не задействует энергию. И поэтому он намного-намного эффективнее, когда мы сражаемся против энергетических пушек. Так, смотрите, он... Ага, вот это ошибка. Это ошибка. Он все еще оставляет мне немножко пространства для энергии. Видите? То есть 20-10. Единственное, что плохо, у меня сейчас дрон не сработает. Поэтому как бы мне лучше сейчас делать? Давайте подумаем. Давайте посмотрим. Здесь такая, такое расстояние. Здесь такое, здесь такое. То есть единственное... Да, мне в принципе кажется, что мы могли бы просто... Давайте так сделаем. Пофигу. Давайте так. Потому что сейчас он будет нас расстреливать именно физикой. А у нас на физику есть неплохое сопротивление. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Плюс у нас будет возможность немножко восстановить энергию. Значит, будет возможность ударить с меча. Будет возможность... А, он вот так решил сделать. Хитро. Хитро. Но есть один минус. Он потрат... А, угу, угу. Понятно. Это было очень умно. Ээээ... Разумно. И, в общем-то, у меня сейчас очень большие проблемы. Конечно, я сейчас попробую допрыгнуть, но это реально очень мощно. Потому что теперь я потратил целый ход просто для того, чтобы до него допрыгнуть. Он, конечно, тоже ход потратил, можно сказать. Но намного более выгодно. Так. У него сейчас 370 хп. Давайте сейчас попробуем. Снимаем ему аннигиляции. Снимаем ему Найтфолом. И дрон... Все. Даже дрон не понадобился. Идеально. Просто прекрасно разработали нашего врага. Уничтожили. И, конечно, это нам приносит бонус. Бонус и энергетический генератор. Хорошо. Ну что, ребят. Пошли на последнюю битву. Надеюсь, что у нас здесь что-нибудь да получится. Потому что, ну, как-то уже не солидно. Хочется выиграть. Хочется получить свои очки. Хочется выполнить достижения, в конце концов. И после этого уже спокойненько идти выполнять кампанию. Так. Металстар. У него здесь тоже по хпшке очень неплохо. Больше, чем у нас. Но физическое сопротивление у него такое себе. Конечно, взрывное это еще хуже. Но мы будем именно на физическое настаивать. Поэтому нас интересует именно оно, собственно говоря. Давайте Nightfall плюс дрончик. Тут особо, как бы, без вариантов. Потому что на следующий ход, скорее всего, я буду использовать выключение двигателя. Потому что я думаю, что он сейчас сможет нас перегреть достаточно сильно. Так, 128. А, все. Даже так. Ну, слушайте, тогда у меня есть возможность даже, может быть, сблизиться немного. Потому что у него все пушки, в принципе, работают примерно на одном уровне. Давайте, наверное, сблизимся. Сможет ли он меня перегреть? Я думаю, что не сможет. Так. И аннигиляцию. Отлично. Вот это очень хороший ход. Потому что мы сейчас сразу и сняли ему нормальное сопротивление. А, он будет отталкивать нас. Угу. Нормально. Хорошее решение. Потому что, по сути, у него тут других вариантов нет. И он теряет ход. Просто теряет ход, по большому счету. Мы ему это сделать не позволим, дорогие друзья. Я думаю, что тут можно даже сделать вот так. Не притягивать его. А именно, самому притянуться. И еще аннигиляцию одну. Все. Мы уже опережаем его по хпшке. Плюс, мы его очень сильно опережаем по сопротивлению. То есть, шансы у него, конечно, все еще есть. Тут такая игра, что шансы есть всегда, по сути. Но они крайне маленькие. 197. И дрон добивает. Три арена битвы выиграна. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, смотрим, что мы получаем за это. К сожалению, ранг, да. Немножечко у нас там получилось волнистым образом. Ну что, давайте посмотрим тогда, что у нас по улучшениям сегодня. Смотрим улучшения, дорогие друзья. Надеюсь, что у нас здесь с вами получится проапгрейдить роботца. Потому что это было бы просто прекрасно. Это реально бы очень сильно улучшило мое настроение. И очень сильно повысило бы успех этой серии. Я так могу сказать. Так, здесь у нас огненные нужны. У меня огненных не особо много. Но я имею ввиду, которые именно на перегрев работают. Да, совсем слабенько, ребят. Совсем слабенько мы улучшили наш 23 уровень. Вообще даже ни на один уровень не подняли. Но, но где у меня здесь? Вот, ребят. Зато это 29. Я надеюсь, что здесь у нас с вами получится без проблем. Так, отлично. Еще нужно? Все, все, двух даже хватает. Идеально, ребят. Грим Кобра у нас с вами получается теперь максимального уровня. И мы можем ее проапгрейдить до легендарочки. Которую, конечно же, мы потом поставим в слот для того, чтобы проапгрейдить нашего дрончика. Давайте дадим то, что у нас в принципе повторяется. Вот это, вот это, вот это. И последний, я не знаю, например, ноги. Которые нам точно не нужны. Все. Грим Кобра у нас становится легендарной, дорогие друзья. Великолепно. Великолепно. Я, конечно же, очень этому рад. И у нас с вами здесь должно еще две леги быть, чтобы мы смогли с вами дрона проапгрейдить. Здесь у нас нужен физический урон. Так, вот физика. Вот физика. Вот еще физика. Еще. Блин, смогу ли я поднять еще 4 уровня? Что-то я сомневаюсь, дорогие друзья. Что-то я сомневаюсь. Ладно, постараемся. У меня, в принципе, много вот этих бустов. Но они особо даже не работают. Видите, то есть они ничего не дают, по большому счету. Конечно, у нас с вами остается здесь уже совсем... Может быть... Блин, может все-таки так сделать, а? Давайте посмотрим. Сразу дается уровень. Здесь еще уровень, по идее, должен даться. Аммм... Еще уровень. Ну давай, ну немножечко осталось. Ну что это такое? Так, все. Шестой. Отлично. Кстати говоря, я немножко неправильно делаю, наверное. Потому что если я буду давать именно дрона, то, по-моему, он будет раскачиваться даже еще быстрее. Давайте попробуем. Так, дрончик. Ну, в принципе, неплохо, да. То есть мы, по сути, просто разменяли. Но пускай будет так. Не вопрос. Ну-ка, если вот так сделать. Ребят, буду экспериментировать. Потому что не хочу я эпики просто так отдавать. Сами понимаете. Но все-таки эпики это эпики. Их жалко. Все. Отлично. Улучшили. Да, да. Мы приложили несколько эпических вещей. Очень обидно, очень жалко. Но зато мы с вами проапгрейдили нашего воида. И значит, у нас остается только одну. А, ну сначала, да. Сначала проапгрейдим. Ребят, ну я уже даже вне серии немножечко смотрю, что я могу отдать. Конечно, уже очень жалко. Потому что у нас с вами эпиков остается, ну, не так уж много. Скажем прямо. А что я могу отдать? Ну, я, например, могу отдать грим-кобру. Еще одну не прокачанную. О, вот это я вообще могу без проблем отдать. Трансформируем. Да, вот у нас получается еще один легендарный, легендарный дрончик. Это очень хорошо. И у нас с вами остается последнее, что мы должны прокачать. 25 уровня. А, либо вот это 23 еще есть. У меня есть, то есть, два варианта, что я могу прокачать. Либо 25, либо 23 уровень. Но и то... Давайте, давайте сделаем ход конем. Я надеюсь, что нам сейчас повезет, ребят. Я надеюсь, что нам сейчас повезет. Пожалуйста. Пожалуйста, легендарочку. Прошу тебя. Прошу тебя, бокс. Давай. А, ну почему? Почему не повезло? Было бы так замечательно, если бы выпала легендарка. Это бы просто окупило бы все страдания. Ну ладно, давайте посмотрим. Все равно я уже загорелся. Я хочу в эту серию. Хотя, стоп. Стоп, ребят. Давайте попробуем тогда пройти портал. Потому что есть шанс, что там выпадет легендарка. Если там выпадет, то это вообще будет просто офигенно. Просто уникально. Вот он, портальчик этот. И там даются еще токены, что, конечно, тоже очень даже хорошо. Поехали сразу попробуем что-нибудь сделать здесь. Я думаю, что первый уровень можно пройти даже на авто. Ну-ка, давайте посмотрим. Конечно, я пока еще не уверен. Но я думаю, что даже мне не надо вмешиваться в бой для того, чтобы пройти именно вот эту вот локацию на простейшем уровне. Потому что простейший уровень чаще всего для нас уже не составляет абсолютно никакого труда. Давайте посмотрим, что именно делает робот. Что бы я сделал? Я попробую анализировать. Так, ну здесь все просто. То есть, если каждый из юнитов наносит один удар, это нормально. Даже два удара, по сути, это нормально. Потому что нам, ну, как бы, не играет это никакой роли. Вот видите, один удар есть. Это ничего страшного. Прицепляет, бьет мечом. Все, изи. То есть, по сути, это то, что мы можем себе позволить. То, что, как бы, не жалко отдать. Урона на один удар. Так, здесь робот. Это уже посложнее для нашего компьютера должно быть. Ведь, кстати, интересно, получается, что на самом деле, ребят, мы как будто бы пилоты нашего вот этого меха огромного. А сейчас включен автопилот. То есть, мех сам принимает решение, как драться, как сражаться. Ну и надо сказать, что неплохо получается, в принципе. Тут другой стратегии и не должно быть, по сути. То есть, он делает то, что любой человек, наверное, бы сделал в данной ситуации. Ну, почему бы и нет, почему бы и нет, в общем-то. Бьет с меча, бьет с этого. Да, все просто. Тут очень мало хп у врагов, поэтому, на самом деле, здесь даже делать особо нечего. Что он здесь получает? Здесь он получает огонь, сразу использует. Здесь получает энергию, сразу использует. Тут еще три робота, но и один из них босс, кстати говоря. Но я не думаю, что ему какие-то сложности это доставит. Потому что даже без отхила, скорее всего, здесь стопроцентная победа. Даже не стопроцентная победа. Не, скорее всего, а однозначно. Просто уверен на миллион процентов. Так, и осталось нам всего лишь два врага. Осталось два врага. Надеюсь, что мы их сейчас тоже по-быстрому изничтожим. 452 хп. Ребят, ну, сами понимаете, это вообще не серьезно. Я бы таких, наверное, штук, ну, 30 мог бы убить вообще без проблем. Я так думаю. Хотя, может быть, и нет. Но, по крайней мере, все достаточно просто. Если мне сейчас выпадет легендарка, то это будет просто идеальный заход. Потому что я очень хочу, чтобы нам выпала легендарка. Чтобы не отдавать свои эпики кровно нажитое вот именно просто в раскачку. Очень бы хотелось, чтобы... О! Что это такое? Что с моим роботом? Он его, блин, поломал, по-моему. Так. Сайбергоут, кстати говоря. Ну, мы здесь атаку дрона используем. Все. Получаем 15 токенов. Это сразу очень хорошо. Но, надеюсь, что еще я получу легендарку. Легендарку жду прям больше всего на свете. Итак, давайте смотрим. Миссия закончена. Так. 14 тысяч. XP. Это нормально все. 15 токенов. И даже ящичек нам не дали. Ладно. Ладно. Давайте попробуем тогда сделать как-нибудь по-другому. Здесь мы можем получить только эпики. То есть, по сути, здесь у нас с вами, если и имеет смысл открывать эти ящики, то только для того, чтобы получить дополнительный эпик. Ну, либо мы можем попробовать все-таки с помощью редких карт как-нибудь забустить нашу фиолетовую. Для того, чтобы потом ее можно было превратить в легендарку. В принципе, вариант, потому что, смотрите, нам сейчас падает нормальное количество редких карт. Давайте еще, может быть, два ящика. О! О! Вот это очень хорошо, ребят. Очень, очень нравится мне. И еще разок. Давайте. Фух. Ну, есть шансы. Есть шансы на то, чтобы прокачать нашего дрона. Я очень бы этого хотел сделать. Очень. Так. Давайте посмотрим. Тогда будем улучшать, скорее всего, что у меня тут больше всего есть. Есть энергия. Но, по сути, да, у меня больше всего энергетических. Поэтому, как раз, 25 уровень мы сейчас будем улучшать до максимума. Так. Отдаем все, что есть. В принципе, здесь даже нет смысла как-то определять, что отдаем, что не отдаем. Уже 29. Офигеть, ребят. Неужели? Неужели получится? Давай. Ох, это что это такое? О! Обалдеть, блин. Это очень обидно. Ладно. Ничего страшного. Мы, конечно, сейчас купим еще один сундучок. И надеюсь, что там нам выпадет, за счет чего мы сможем проапгрейдить. Ну, по-другому и быть не может, но 8 тысяч отдавать, конечно, за это жалко. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Я готов отдать, потому что сейчас мы будем наблюдать рождение нового дрона. И это уже вам будет совсем не хухры-мухры. Так. 23 уровень. Где у меня тут? Вот, 29. Отлично. И нам сюда нужно вложить буквально одну вещь. Давайте самую слабую. Вот эту вложим. Так. Все. Все. Максимальный уровень. Так. Теперь нам нужно отдать 5 эпиков еще. Или 4. По-моему, 4, да? Да, 4 эпика для того, чтобы прокачать до Леги. Отдаем эту. Отдаем это. Отдаем... Ну, не знаю. Торс какой-нибудь. Физику, в принципе, можно этого отдать. Можно это отдать. И трансформируем. Ребята, у меня хватит вообще денег на то, чтобы сейчас проапгрейдить нашего дрончика-то. Потому что мне кажется, что мы денег с вами потратили просто огромную кучу. 100 тысяч стоит. Да, хватает. Отдаем. 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 Ребята, ну что, напишите в комментариях. Давай, запускай что-нибудь такое, чтобы я сейчас нажал трансформировать. Потому что, конечно, я сам этого очень сильно жду. Итак, поехали. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Офигенно. Мифический дрон, ребят. Вы посмотрите, какой это уже череп. Он реально какой-то вообще обалдевший. С каким-то вот этими рогами, ногами. Но единственное, что минус это 16 потреблений энергии Если раньше было 10, то теперь целых 16 Но он минус 5 дает сопротивление И 109-142 урона Обалденно Это очень хорошо, очень мне нравится Конечно же сейчас затестим Давайте пойдем сразу в портал Попробуем посмотреть, что у нас ждет здесь Давайте сразу автобой Потому что мне в принципе нет особого О, стоп Я просто, наверное, упустил этот момент Он именно включил трона или он сразу был Да не, не может быть, что дрон с самого начала Будет сразу активно, это было бы вообще странно Потому что все бы тогда прокачивали именно мифических дронов Но, кстати, с другой стороны, это достаточно прикольно Да, да, он сам включал дрончика Ну да, в другом случае это было бы реально странно 138 урона наносит Ну, ребят, я считаю, что очень даже неплохо Поэтому давайте-ка я, наверное, сейчас подойду уже к боссу И тогда включу видео Ну вот таким вот образом, ребятки Мы дошли с вами до босса У меня все равно больше хп, чем у него Поэтому сразу, наверное, блин, как же мне нравится этот дрон Вы посмотрите, как он жестко выглядит Он реально какой-то вообще очумевший просто Мне очень нравится, очень здорово Поэтому давайте мы сейчас побыстренько размотаем босса Я надеюсь, что нам что-нибудь выпадет интересное Если нет, то, по крайней мере, попробуем еще на сложном уровне сложности сыграть Все равно интересно Интересно посмотреть, какие будут награды Конечно, в прошлый раз, когда мы проходили портал Там не было особо ничего такого Но все равно здорово, когда мы можем пройти портал На всех уровнях сложности Это всегда достаточно так, знаете, приятная такая отдушина, можно сказать 31 тысяча, 400 хп, плюс 15 токенов И все, опять больше ничего Ладно, портал еще 3 часа будет работать Там 2.20, поэтому давайте мы, наверное, сходим еще раз Айдеголдков Не знаю, что это значит за портал Но, так или иначе, я включу, когда я буду уже на финальном боссе, дорогие друзья Ох, ребят, это было реально непросто Это было даже, можно сказать, очень даже сложно Потому что, не знаю, как-то финальный вот этот уровень сложности Он вообще не сбалансированный, очень мощные враги И пришлось реально много времени потратить на то, чтобы хоть как-то Хоть как-то противостоять моим врагам Но вроде бы дошел до конца И здесь уже все будет намного проще Потому что против одного сражаться намного изичнее Чем против, там, десятерых, восьмерых В общем-то, я думаю, что здесь победа Но, смотрите, даже эта победа довольно шаткая 189 хп всего лишь остается Так что все могло сложиться не так уж приятненько Но, в любом случае, мы победили Надеюсь, что нам дадут ящичек Потому что, ну, сколько можно без ящек Это уже шестой уровень, по-моему В прошлый раз мы приходили порталы Там 3 уровня прошли, нам ничего не дали И в этот раз 3 уровня И ни одного ящика, походу Ну-ка, дайте, дайте, дайте ящик быстро Отстой, просто отстой Ну, ладно, ничего страшного В любом случае, дорогие друзья Я думаю, что мы здесь сегодня поиграли очень даже неплохо Мы с вами улучшили дрона Мы с вами прошли портал Но самое главное, конечно, что улучшили дрона Это просто очень здорово, очень я рад этому И, конечно же, надеюсь, что вы оцените это лайкосиком Оцените это подписочкой на канал И поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео С вами же был Ченаски Увидимся уже совсем скоро До скорой встречи, дорогие друзья И пока-пока